Смотрите сегодня в выпуске. Месяц самозанятых Саров присоединился к нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Когда починят разрушенное крыльцо, очередное обращение в городской дозор. Для будущих предпринимателей в детском технопарке «Кванториум» открылась бизнес-смена. Далее расскажем во всем подробно. Выдающийся российский ученый, лауреат Ленинской государственной премии, герой социалистического труда, коллега и соавтор Андрея Сахарова, правая рука Юлия Харитона. До последних дней жизни Юрий Трутнев работал первым заместителем научного руководителя Рафиат Суниев. Всю свою долгую жизнь он посвятил тому, чтобы укрепить обороноспособность нашей страны. Проститься с академиком пришли его близкие, друзья, коллеги, представители госкорпорации «Росатом», РАН, Министерство обороны, областного правительства и других ведомств. Он до последнего дня активно работал, никому не давал спуску. Он был человеком абсолютно принципиальным, требовательным, но более всего требовательным к самому себе. Нам посчастливилось работать с Юрием Алексеевичем. Прощаясь с такими людьми, конечно, понимаешь, что потери невосполнимы. Много вспоминали на митинге о достижениях Юрия Алексеевича. Созданием в 50-х годах термоядерного заряда Юрий Трутнев и его коллеги обеспечили мир в нашей стране. Ядерный паритет, который дает гарантию безопасности России и стабильность в мире по сей день. Он обеспечил прорывные исследования в мирном атоме. Он вместе с коллективом Федерального ядерного центра и Минсредьмаша обеспечил спасение и сохранение ядерного щита нашей страны в непростые 90-е годы. У него были великие учителя, но сам Юрий Алексеевич тоже стал великим наставником и великим учителем. Он многому каждого из нас лично научил. И эта энергетика, эта наступательность, какую бы тему он ни касался, всегда пример. Все присутствующие действительно знают Юрий Алексеевича как человека крайне активного, принципиального, я бы сказал, бескомпромиссного при достижении поставленных им целей. И благодаря этому действительно были реализованы многие проекты, в которые поначалу-то, может быть, и мало кто верил. Он спуску не давал не только себе, не только своим коллегам, но и всем руководителям. Юрий Трутнев был проводником в ту легендарную эпоху, когда советские ученые совершали настоящие подвиги во имя всего человечества. Вся его жизнь яркой страницы в истории нашей страны и города, которому он отдал почти 70 лет. Это был человек, который олицетворял поколение советских ученых, ну и на самом деле просто советских людей, которые победили одну войну, по большому счету победили и вторую, благодаря ему и его сподвижникам, которые постоянно демонстрировали тот стержень внутренний, какую-то невообразимую стойкость, на которую нам всем только равняться и равняться. Я думаю, что это будет, конечно, очень сложно сделать. После завершения траурного митинга процессия двинулась на городское кладбище. Юрия Трутнева похоронили на аллее почетных захоронений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. В терапевтическом корпусе на территории больничного городка открылся дневной стационар. Пациентов сюда направляют лечащие врачи. Стационар предназначен для саровчан с болезнями терапевтического и неврологического профиля, кому периодически необходимо проходить курс лечения. Больных много, но не все хотят или могут себе позволить на 10-14 дней лечь в больницу. И дневной стационар – прекрасная альтернатива. В стационаре созданы все условия, чтобы лечение пациентов проходило в наиболее комфортных условиях. У нас высококвалифицированные специалисты работают, новое оборудование, доброжелательный персонал. В месяц в стационаре лечение проходит в среднем 30 пациентов. Их число будет увеличено. Перед поступлением обязательно сдать тест на коронавирус. Каждый день больных осматривает лечащий врач. У пациентов берут все необходимые анализы и направляют на УЗИ, если это требуется. У нас можно получить физиолечение, плюс на базе нашего отделения работает массажист. То есть у нас все пациенты проходят еще и массаж, ну и инъекционное лечение, таблетки тоже все получают. Планируется, что в сентябре появятся и дерматологические койки. Также, возможно, часть мест оборудуют под реабилитацию пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. А расширится и штат медиков. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Узнать, как повысить свой доход, найти новых клиентов и не потерять старых. Как обращаться с финансами. Это и многое другое расскажет участникам федерального проекта «Самозанятые». Такой проект реализуется в Сарове впервые. И организаторы надеются, что смогут заинтересовать тех, кто уже имеет небольшой бизнес или ищет новые идеи для его улучшения. Проект включает в себя консультационные услуги для самозанятых по всем вопросам. Например, начало ведения деятельности, как зарегистрироваться, каким образом вести учет своих доходов и расходов. Любые правовые аспекты, продвижение деятельности. Участников проекта ждет тренинг по мерам поддержки и генерации бизнес-идей. Бизнес-игра, по итогам которой «Самозанятые» смогут защитить свой проект и получить поддержку по созданию или модерации сайта. И при желании узнают, как выйти на маркетплейсы. Также будут приглашены интересные спикеры, которые расскажут о секретах успеха в бизнесе. Мы для тренинга, скорее всего, будем привлекать специалистов из налоговой инспекции, специалистов в сфере государственной поддержки именно самозанятых. Сейчас мы ведем переговоры. Принять участие могут все. От мастеров ногтевого сервиса до рекламщиков. Главный критерий, чтобы годовой доход не превышал 2 миллиона 400 тысяч рублей. Задать все интересующие вопросы и записаться на мероприятие можно по телефону 9-92-63 и 9-92-64. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Евгений Зыбин. Служба новостей СОРОВ-24. Все чаще жители Нижегородской области становятся жертвами новой схемы мошенников. Злоумышленники заходят в дома, представляясь сотрудниками МЧС под предлогом проверки печного отопления, электропроводки, вентиляции. Проведя беглый осмотр, эти люди предлагают установить новые приборы, провести другие работы. При этом цена, которую они называют, в несколько раз превышает рыночную. А в случае отказа пугают штрафами. При этом они находятся в гражданской или форменной одежде, схожей с формой сотрудников МЧС. И просят провести проверки помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. После чего предлагают приобрести и установить автономные пожарные замещатели. Эти люди – мошенники. Сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находятся в форменной одежде. При общении с гражданами они должны представиться и предъявить служебное удостоверение. Кроме того, подразделения, должностные лица НЧС России не осуществляют предпринимательскую деятельность. По продаже граждан какого-либо оборудования, в том числе противопожарного. В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС, предлагающих приобрести противопожарные и газовые датчики, необходимо позвонить по телефону 02. Екатерина Опенова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. 20 случаев бешенства зарегистрировали за последние полгода в Нижегородской области. При этом в Сарове таких фактов не было давно. Но это не повод пренебрегать профилактикой. Даже здоровое домашнее животное может стать жертвой этой страшной болезни. И спасти любимца уже не получится. Это смертельное заболевание, оно, к сожалению, не поддается лечению. Поэтому также животное может укусить и заразить человека. И, к сожалению, эффективного лечения против бешенства нет. Многие владельцы пренебрегают прививками, ссылаясь на то, что их питомец не выходит из дома. Но, по словам ветеринаров, заразиться может любое животное, независимо от того, гуляет оно на улице или нет. Самым эффективным способом борьбы с бешенством как для животных, так и для людей остается вакцинация. По госзаданию у нас есть 2500 доз бесплатных вакцин, которые вы можете прийти в любое время привить животное от бешенства ежегодно. Есть на платной основе, но это уже, как правило, комплексные вакцинации, там еще и дополнительные заболевания, они уже на платной основе. Ветеринары предупреждают, что владельцам важно следить за поведением питомца. Если животное начинает нетипично себя вести, будь то чрезмерная ласка или, наоборот, агрессия, это может быть признаком заражения бешенством. С животным, к сожалению, здесь гораздо сложнее. Эффективного лечения вообще не разработано, как бы ни было. То есть здесь только карантин и смотреть. Если, слава богу, животное было не заразно, но не заболело, допустим, при укусе безнадзорного животного или леса и дикого животного, 10-дневный карантин в случае управления клинических признаков бешенства, то есть леонотечение, водобоязнь и агрессивность животных подвергают эвтаназии. Если вас или вашего питомца укусило безнадзорное животное, то нужно срочно обратиться за медицинской помощью в первые 24 часа после укуса. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В последнее время жители Сарова часто жалуются на работу у городского транспорта. Автобусы и маршрутки игнорируют расписание, а людям приходится долго стоять на остановке. Иногда время ожидания составляет не только минуты, но и часы. Мы решили узнать у саровчан, как они оценивают работу городского транспорта. Вопрос о транспорте в Сарове поднимался уже не раз. Большой резонанс вызвала недавняя история с автобусом, который совсем не приехал на остановку озера Протяжного, хотя время его прибытия было указано в расписании. Еще одной историей в интернете поделились недовольные пассажиры, которые ждали маршрутку на остановке Павлика Морозова целый час. И подобные проблемы с общественным транспортом в городе не единичны. Вот, например, тройка, что ли, какой-то маршрут, да, по-моему, он вообще снят. Я вот как-то недавно сидела на остановке очень долго, потом позвонила в диспетчерскую, мне сказали, что вообще снят уже этот маршрут. Хотя по расписанию стоит. Ну, в общем, плохо. В городе с транспортом очень плохо, я считаю. Иногда не по графику. Ну, а так, в принципе, ездит хорошо, то есть, естественно, чем доехать. Маршрутки нормальные вроде ходят? На автобусах? На автобусах езжу, честно. В городской администрации нам сообщили, что автобусы отстают от расписания из-за неисправности старой техники и отсутствия дополнительного транспорта. Сейчас на контроле стоит вопрос о том, чтобы обновить автопарк и закупить новые автобусы. Мы решили проверить, приезжают ли городские автобусы к назначенному времени. На остановке по улице Советской мы ждали единицу и четверку. Расписание предварительно проверили по приложению «Умный Саров». Автобусы приходили вовремя или с отставанием на одну-две минуты. На остановке на противоположной стороне транспорт приезжал также по расписанию. Возможно, нам просто повезло или проблемы с транспортом в Сарове остались в прошлом. В любом случае, если вы столкнулись с тем, что нужный вам автобус не пришел по расписанию, вы можете сообщить об этом в департамент городского хозяйства по номеру 9-77-68. Светлана Ярунова, Константин Островский, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров, 24. Неглубокие ямы, песок, пыль и мелкие камни. Так сейчас выглядит вход в подъезд на улице Силкина, 4А. Если летом разбитая бетонная плита особых неудобств жителям дома не доставляет, то зимой все обстоит иначе. Чистить эти ямы сложно и зачастую они покрываются ледяной коркой, ходить по которой порой опасно, рассказал Николай Иванович. Входная группа этого подъезда действительно требует ремонта, но в аварийном состоянии не находится, пояснили в МУП «Центр ЖКХ». В организации есть группа каменщиков и плиточников, которые занимаются аварийными входными группами и ремонтируют их в кратчайшие сроки. Если не успеваем ремонтировать, мы принимаем превентивные меры, то бишь, либо деревянный настил временный с телем, либо, если это плиточное покрытие из крупногабаритной плитки, так называемой тротуарной плитку, просто демонтируем. Да, это какие-то неудобства для жителей, но, по крайней мере, это не ведет к тому, что можно сломать наоборот. Ремонт крыльца на улице Силкина относят к плановым работам. Это довольно распространенная проблема для Сарова. К началу зимы отремонтируют 30 таких домов. В прошлом году с привлечением подрядных организаций ремонт входных групп сделали в 38 многоквартирных домах. Для выполнения плановых работ своих ресурсов не хватает, и «Центр ЖКХ» проводит конкурс, которым выбирает подрядчика. К сожалению, тоже, как и в этом году, например, с первого раза привлечь подрядные организации не получается, то есть на конкурсы никто не заявляется. Вот входные группы мы в сети интернет выставляем третий раз уже. Ну, подрядная организация вроде как бы определилась. Еще раз повторюсь, со следующей недели начнутся работы. Если в вашем подъезде схожая проблема, вы можете оставить заявку в центре ЖКХ, позвонив по номеру единой диспетчерской службы 93333. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. В поселке Заводском Приморского края школьники окружили толпой и избили свою одноклассницу. Девочка рыдала и просила о помощи, но никто из толпы наблюдателей не отреагировал. Все издевательства агрессоры снимали на смартфоны, а роликами делились в соцсетях. Подобные случаи происходили и в Сарове, когда девушка избила своего одноклассника из-за неразделенной любви, также выложив видео в сеть. Часто случаи, когда дети подвергаются буллингу со стороны одноклассников, не впадают в объектив камеры мобильного телефона. Дети не говорят родителям о подобных издевательствах, а стараются найти любую причину, чтобы не идти в школу. Если ребенок начинает обращаться к кому-то из взрослых, особенно в детском возрасте, то это расценивается как слабость, что он сам не может решить эти проблемы. По оценкам психологов, буллерами становятся дети, у которых проблемы в семье или занижена самооценка. С помощью агрессии они пытаются самоутвердиться или приглушить личные комплексы за счет унижения других людей. Также бывают случаи, когда над жертвой издеваются не только морально, но и физически. Например, разбивают, толкают, удерживают силой. Такое происходит, когда обидчик чувствует свою безнаказанность. Подростки не умеют, вот эти подростки не умеют управлять своей злостью, не умеют управлять своей агрессивностью. И нормальное, естественное проявление человеческих эмоций приняло у них такие нездоровые, искаженные формы. Если вам кажется, что вашего ребенка обижают в школе или на улице, то не нужно сразу бить тревогу. Поговорите с ним, и если ваши опасения оправдались, постарайтесь поддержать ребенка и помочь ему найти выход из ситуации. Самое главное, по словам психологов, родителям не нужно вмешиваться, пока их об этом не попросят. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В Кванториуме Саров пятый раз стартовали летние инженерные каникулы. На бизнес-смене стартапс ребята от 10 до 16 лет попробуют себя в различных инженерно-технических направлениях и поработают над проектами. Началась смена спробных мастер-классов. На них ребята познакомились с направлениями работы квантумов, после чего каждый смог выбрать ту проектную команду, в которой ему хотелось бы заниматься. Смена у нас называется стартапс, то есть стартаперы. Мы учим детей не только создавать проект, но и грамотно его продавать, презентовать. Учим защищать свои проекты, выходить на партнеров. На этой смене с нами сотрудничает активный центр поддержки предпринимательства. Они будут проводить для детей два мастер-класса – это основа предпринимательства и искусство создания презентации. То есть, как грамотно подойти к инвесторам. Кванториум Саров дает ребятам возможность не просто получить знания и навыки, но и стать настоящими профессионалами своего дела. Участники смены под руководством опытных наставников создадут реальные бизнес-продукты, которые потом смогут найти свое место в практическом применении. Лучшие проекты, либо прототипы проекта, которые сейчас получатся у ребят, мы возьмем в работу на новый учебный год, привлечем партнеров, и уже это будет развиваться в более масштабных, скажем так, вариантах. У нас есть заказчики, мы работаем с предпринимателями города, также с Global Test, с Саров-шоколад, фирма такая есть, с Трои Саров, с Артинья у Мифи. Несмотря на то, что идет последний месяц летнего отдыха, дети с удовольствием открывают для себя мир новых знаний даже во время каникул. Многие ребята уже не первый раз приходят на смену в Кванториум. Эта смена только хоть началась, третий день идет, но мне уже очень нравится. Также я этим летом была на смене «Партнер Плюс», мне там очень понравилось тоже. Сначала я сюда не очень хотела идти, но потом я поняла, что тут очень классно и решила пойти на эту смену тоже. Ожидаю получения новых знаний и улучшения своего навыка обучения, в котором он в принципе особен тем, что тебе нужно свое желание что-то делать, чтобы здесь заниматься. Для удобства детей и родителей в этом году запустили рейс автобуса до детского технопарка «Кванториум Саров». Ознакомиться с расписанием транспорта или получить подробную информацию можно в группе ВКонтакте или по телефону. Плюс семь девятьсот десять восемьсот семьдесят пять двадцать пятьдесят четыре. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, двадцать четыре. Успенский пост установили еще в первые века христианства в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Само слово «Успение» означает «сон». Считается, что Дева Мария была перенесена душой и телом в Небесное Царство, где встретилась с Богом. Поэтому праздник проникнут радостью, в нем трудно найти место для печали. Ради этой долгожданной встречи Богородица готовила себя постом и молитвой. Своим примером она показала всем верующим идеалы христианской жизни. Подражая Божьей Матери, уважая ее и любя ее, православные христиане стараются в какой-то мере тоже ей подражать. И поститься, и молиться, и духовно преображаться. То есть главный смысл поста заключается не столько в том, чтобы что-то не есть, а в том, чтобы стать лучше. В постные дни не стоит воспринимать как навязанное ограничение. Еда – это лишь вспомогательная часть поста. Для каждого верующего человека пост – это прежде всего время для того, чтобы преобразить себя, изменить свои привычки, воздержаться от злых поступков и стать чище, добрее, терпимее и милосерднее. В эти дни, в дни поста, желательно, чтобы не только думать о том, что есть или что не есть, а о том, чтобы сделать хорошего, что сделать доброго конкретному человеку или кому-то, каким-то людям, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. То есть проявить любовь. А любовь, она, как сказано в Священном Писании, покрывает много грехов. Успенский пост – один из четырех многодневных постов Православной Церкви. Он самый короткий, длится две недели. Ежегодно он начинается 14 августа. Церковный устав предполагает в это время такое же строгое воздержание, как и в Великий пост. Но степень ограничений каждый человек должен определять самостоятельно, ориентируясь на состояние здоровья, образ жизни и совет духовника. Завершается Успенский пост праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Детскую площадку в парке имени Зернова сдали в декабре 2018 года. В апреле 2019 подрядчик исправлял недочеты, которые были допущены при строительстве. В августе 2020 горожане жаловались на поломку мафов и негодность покрытия. Летом этого года ситуация остается прежней. Уже целый год на детской площадке парка имени Зернова стоит сломанный батут. Отремонтировать его обещали к этому лету. Но пока по-прежнему дети вынуждены прыгать по очереди на одном батуте. На всех желающих его не хватает. Только один. Хотелось бы, чтобы их побольше было. Потому что детям интересно и поменьше, и побольше. Там все прыгают. Нет, не хватает, конечно. Не справится очередь. Можно было бы хотя бы штуки три сделать. Еще бы дети относились к этому всему хорошо. Некоторые постарше просто переоценивают свои возможности. Слишком сильно прыгают где-то и так далее. Если бы все относились должным образом, то состояние было бы лучше. Площадку в парке построили не так давно. Но постоянно с момента ее сдачи то выходят из строя мафы, то приходит в негодность искусственное покрытие. Помимо батута пришел в негодное состояние целый ряд конструкций. Например, на игровой площадке в виде пирамид с горкой порвана сетка. На аттракционе дерева одни качели и вовсе отсутствуют. Качели бы еще. Там было двое качелей на железных прутках. Сейчас работают только одни. Вот эти постоянно заняты подростками, особенно в вечернее время. И ребенку как бы фактически тоже негде кататься. Видно, она немножечко подозносилась. Вот тут вот прыгалки сломались. А вот там сетка, кстати, вон законопачена, что там заделана. Надо немножечко ее починить. Когда произойдут хоть какие-то изменения на детской площадке парка имени Зернова, пока неизвестно. Но в силах горожан сделать все возможное, чтобы сохранить аттракционы в рабочем состоянии как можно дольше. Для этого всего лишь нужно соблюдать простые правила пользования сооружениями, которые написаны на входе. Лето – любимая пора для велосипедных прогулок. Поэтому задача акции «Велофан» – научить детей управлять велосипедом в неожиданных дорожных ситуациях. А чтобы знакомиться с правилами «Было не скучно», сотрудники ГИБДД и Департамент по делам молодежи и спорта рассказали о них в форме веселых стартов. Ребята соревновались, кто быстрее и аккуратнее преодолеет препятствия на двухколесном транспорте. Ребята учились управлять велосипедом в сложных дорожных условиях. Я думаю, что сегодняшняя практика, которую они получили, она поможет им для преодоления каких-то сложных ситуаций на дороге и избежать каких-то ненужных аварий. Дети пробовали свои силы в фигурном вождении велосипеда, преодолевая восемь фигур – змейку, перенос предмета, разворот в ограниченном пространстве, тоннель, колею. Многим ребятам справиться с заданиями было непросто, но каждый из них получил бесценный опыт и знание о том, с какими трудностями можно столкнуться на дороге. Когда тренировался, тут, бутылкой все было хорошо. После того, как началось соревнование, у меня началось волнение, я не мог, просто пропустил стакан с водой. Змейка у меня очень плохо получилась, потому что я пытался ее пройти только один раз, без тренировки. У меня в этой трассе были небольшие ошибки, так как проходила я ее в первый раз. Я поняла, что мне нужно учиться так, как приносить предмет, учиться с одной рукой и проходить змейку, потому что у меня в этом очень плохо получается. Я думаю, что справились все очень хорошо. Самое главное – желание было победить, желание быстрее проехать трассу, аккуратно проехать трассу. Ну и кто лучше умел управлять велосипедом, тот и победил. В велосипедных соревнованиях приняли участие 18 ребят. В конце мероприятия каждому из них вручили светоотражающие брелоки, а пятерка лучших получила еще и сладкие подарки. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Как подготовиться к Олимпийским играм? Какая атмосфера царит на соревнованиях? Что чувствуешь, когда завоевал золотую медаль? Эти и другие вопросы гости молодежного центра смогли задать титуловным спортсменам. Анастасия Кулешова, Наталья Матвеева и Евгению Дементьеву. Спортивный путь Евгения Дементьева начался в поселке Таежный, Хантамансийского автономного округа, где маленький Женя пошел в лыжную секцию. Благодаря упорству и трудолюбию он стал олимпийским чемпионом. А сейчас продолжает показывать высокие спортивные результаты. Затянуло и остался. Во-первых, получаться стало. Во-вторых, я в школе плохо учился. И вот, как говорится, выбор тоже был невелик. У Саровской лыжницы Анастасии Кулешовой большой опыт участия в соревнованиях различного уровня. От региональных первенств до олимпийских игр. С юного возраста спортсменка шла к олимпийской медали. Сначала областные соревнования, потом всероссийские и мировые первенства. Первую олимпийскую медаль Анастасия завоевала в 2012 году на юношеских олимпийских играх. На Олимпиаде 2018 года Саровчанка успешно выступила в составе эстафетной команды и завоевала бронзовую медаль. Я считаю, что каждый спортсмен, если он хочет добиться высокого результата, хороших успехов, он должен ходить на каждый старт все равно, что это олимпийские игры, что это первенства области. В конце встречи желающие сделали памятные фотографии с титулованными лыжниками и взяли у них автографы. Викстрина Шмакова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, служба новостей Саров-24. На чемпионате России по лыжероллерам Светлана Николаева участвовала во всех гонках. После каждого старта в финишном протоколе она была в десятке сильнейших, но этот результат не устраивал опытную спортсменку. Перед завершающей чемпионат гонкой на 15 километров Светлана проанализировала ошибки и на протяжении всей трассы старалась держаться в пелотоне, но не выходила вперед, чтобы оставить силы на финишный рывок. Задача была, конечно, последний километр следить за соперниками и смотреть, когда начинают работать. Ну и в итоге мы вышли, и я включилась максимально. И самая была у меня внутри мысль не сдаваться и идти до конца, потому что у каждого спортсмена могут быть сбои, поэтому дотерпела и, слава богу, золотая медалька на мне. Иван Анисимов завершил чемпионат золотым дублем. Сначала он вместе с товарищем по команде Андреем Красновым одержал победу в командном спринте. В следующей гонке товарищ по команде стал для Ивана главным соперником, с которым они боролись до самого финиша. Спортсмен признался, что на чемпионате получил много положительных эмоций. В принципе, понравилось все, организация на высоте, как обычно, у нас летом все проходит весело и без проблем. Город Саров, спасибо за прием, реально все было качественно и классно. Всего в чемпионате России приняли участие 33 команды из разных уголков страны. Уверенную победу в командном зачете одержал Санкт-Петербург. В борьбе за второе место победила команда Москвы. И почетное третье место заняла команда Нижегородской области. По результатам чемпионата будет сформирована команда для участия в этапах Кубка мира и Чемпионате мира, который пройдет в Италии. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Вечер на стадионе школы номер 16 выдался активным и спортивным. Кубок нового района по волейболу среди дворовых команд собрал много молодых ребят и даже взрослых мужчин. Перед игрой участники прошли жеребьевку и придумали название команд. Спортсмены бились за то, чтобы попасть в тройку лучших. Поэтому игра была напряженной и жаркой. Я обалдел от такого уровня. Смотрите, как бьются и дети, и взрослые. Как будто профессионалы. Пускай там, конечно, не до чего-то, но он, конечно, красиво играет, хорошо. Вообще просто здорово. Сегодняшняя игра поначалу у нас пошла очень хорошо. Как говорится, пока еще были силы свежие. Мы хорошо влились в эту игру. Но потом немножко подустали, скорее всего. И более молодые ребята нас обыграли, но мы не унываем. Борьба была сложной, все волновались. Но благодаря нашей слаженности и поддержке мы выиграли. Победа никогда не дает слегка. В волейболе, как и в любом другом виде спорта, нужны труд, настойчивость и сила воли. Благодаря регулярным тренировкам в свободное время дворовые команды смогли показать блестящую игру на высоком уровне. Во-первых, бойцовский навык. Во-вторых, прыгучесть, признаться в движении, то есть силу воли, силу рук, чтобы подачу принимать. Я считаю, что эта инициатива очень хорошая, правильная. Нужно привлекать как можно больше народу к спортивным состязаниям, потому что это здоровье нашей нации российской. Я считаю, что это правильное мероприятие. По итогам игры команды-победители получили дипломы и сладкие призы.